Трактовка Олега Меншикова Связано в первую очередь с тем, что у нас намечается новый проект на сентябрь-октябрь. И так как мы существуем в условиях антреприза, значит предыдущий проект вытесняет тот, который идет сейчас. Это нормально для антреприза, я так думаю. Ну и плюс два года, видимо, срок для спектакля, потому что все имеет свои границы. Вот, видимо, мы к границе жизни спектакля, говорят, ума, и подошли. Ну и вообще, как говорят мудрейшие, лучше уйти на пять лет раньше, чем на пять минут позже. Закрытие аншлагового спектакля для российского театра случай беспрецедентный. Однако начнем по порядку. Давайте вспомним, как все это начиналось. Вспомним премьеру. Приходит пора, приходит возраст, когда хочется соизмерять себя с вечным. Ох, как я красиво говорю сегодня. Премьера всегда располагает к высокому штилю. Михаил Мишин, писатель-сатирик. В неудаче Меншикова может быть больше таланта, чем в успехах других. Михаил Казаков, актер и режиссер. Я всегда жду от любого спектакля открытия. Меншиков, он рожден для Чацкого, он обязан сыграть хорошо эту роль. Павел Коплевич, художник спектакля. Дети наши будут рассказывать своим внукам, что в 1998 году был такой спектакль «Горе от ума». Который поставил Олег Меншиков. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног! На прощение с любимым спектаклем, зрителям и актерам отведено всего пять июльских вечеров. Тридцатого – последний. Уж сколько раз стердили свет, и он из Москвы, каретами, каретами, как будто пьес других на свете нет. Но год за год он ставит эту. И нас я не мивала чаша, и вот в течение лет испытываем мы терпение ваше свое, журнал и газета. А теперь, собственно, сюрприз под занавес. Зеленый спектакль Олега Меншикова. Скрипка Меншикова. Первый из тех, кто удивит. Дальше больше. Те, кто дождется 12 ночи 30 июля, увидят фейерверк и закладку камня в память об горе и уме. Грому, шуму, восхищенью, любопытству нет конца. Так сказал А.С. Грибоедов. Ждем продолжения. Елена Васильева, Илья Туревич, Николай Вербловский. Служба новостей телеканала «Культура».